Танкопад Всем привет, друзья! Сегодня поговорим про классику, про то, что стало уже легендой. Это британский тяж 8 уровня Kerner 1. Его уникальная особенность в том, что он простой как 3 рубля и такой же супер мега эффективный. У него нет никаких барабанов, никаких заумных дозаряжений, ничего такого, что как бы усложняло и делало геймплей якобы интересный. Он реально атомарный. Все, что нужно знать про этот танк, это то, что у него феноменальный урон в минуту, отличные снаряды и по разовому урону, и по бронепробитию, и машина сама по себе еще имеет бронированную башню. В нем есть комбинация всего того, что сейчас самое актуальное в игре. Этот танк сейчас в так называемой мете. Идеально подходит для того, чтобы весело и клево играть в рандоме и нагибать. Мне особенно приятно, что началось-то его восхождение, ведь далеко не сразу. Поначалу этот танк являл собой жалкое зрелище, но потом вышел патч с интересным индексом 9.21. И в нем разработчики этого кернера вона как раз значительно и причесали. Если мы внимательно посмотрим, тогда с ним сделали вот что. Ему добавили новые пульки с таким вот разовым уроном в 280. Их сделали с пробиваемостью 220 мм и сделали скорострельность просто фантастическую. Углы склонения минус 10, разброс отличный. Все, 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 все в нем круто. И наверное, знаете, если какой-то из восьмерок в ангаре и оставить на случай выполнения каких-нибудь сложных задач, марафонов проходить там и так далее, то этот парень просто, ну что в нем может быть плохого, я даже не знаю. Ничего сложного прокачать, эту восьмерку нету. Купить ее тоже ничего сложного, оставить в ангаре и наслаждаться. Даже если играть на нем в эконом-варианте, у него отличное пробитие. Но если вы можете себе позволить, то на подкалиберах он вообще расцветает, потому что добавляется еще и скорость полета у них отличная. Но и все в нем хорошо, все в нем ладно и складно. Небольшое, я там не знаю, количество перков из 4 штук и ты уже с максимальными обзорами. И ты уже максимально прекрасен и хорош. И сегодня я вам покажу бой, где на нем взял 3 отметки и, к сожалению, жаль, что их пока нет 4. Так бы я и продолжил играть на этом фантастическом тяже. Короче, максимальная рекомендация. Очень советую. Никаких тут денег платить никому не нужно. Просто выкачай и наслаждайся. Так, если все так же пойдет хорошо, то бой на отметочку. Так, Атэш, блин, ни на какую не отметочку что-то врагов-то не осталось. Мне еще нужны домашки 500 нахер. А вот, может быть, на французку поехать? Французка. Но зато мы сделали процент на таком бое. То есть в 2 раза ты настреливаешь больше нормы и получаешь процент сверху. Сейчас 3 рты. О, боже мой. Я вечно если езжу в одну и ту же позицию и потом в ней опять буду стоять раком. Может быть, в этот раз. У них 3 девятого уровня СТшки. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-брэм-бэм-брэм-бэм-брэм-бэм. Боюсь-боюсь. Как тут... Ну тут невозможно сыграть. Просто такая точка хорошая на К-линии там. И столько с него можно сделать, если будет хотя бы пару союзников рядом. Ну давай мы туда начнем ехать. Этот бой должен быть хорошим. Значит, 94-96 по итогу. Мне просто нужно настрелять 3000. Сумарки. Так, один со мной едет ПТ-шечка у нас, вафелька, где? Не туда, а еще стандартик Ну, вроде бы, нас должно быть достаточно Стандартик с нами не едет ПТ-шечка у нас еще есть, хорошо Реально, лол, у меня эта карта такая отметочная Тихо-тихо-тихо-тихо Часто на ней выходит зафиналить отметочку Ну, чувак у нас прям до щелчка играет Блин, что из Тойота надо разменивать? Тойота на ней выходит А то отсюда нахер валить Ах, каша, как всегда, ну ладно В этом бою не получится за... отметить Отметим в другом Обтажен Компания выходит и не сдох еще а я сделал отметку 3000 посвятил это самый чахлый бой на отметку в мире хуже отвратительные тупее бессмысленнее невозможно сыграть бой на отметку тупо на теже посвятил и умер а убейте меня убейте эти забыть этот бой просто лол какой-то я даже для арты стал невкусный понимаешь они даже не захотели меня добивать блин ребят я играл сколько мы три дня играли мы такие байк ли вы видели со всякими этими мастеросами с дофига ура носами но все было пушка гонка ну почему я должен закончить все это вот таким говнобоем но это прям оскорбительно ну и чё пойдем до конца уж до конца гейминг убиваем ту хрень ну как по убиваем ну 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 я не свечуся По идее Или свечуся Сейчас до оргазма меня доведет Это артиллерия Фрага отсосник включился Сейчас бьет меня пес коричневый Его уже мнут, давят Убили его Сейчас рипнусь от французыка сверху Попробую фугасом его убить И опять на этой чертовой карте Так, ладно Формально Это три отметки Формально Но медаль за это Я бы сам себе не давал Но все равно радостно Помните, друзья Если вы это смотрите В записи В аналах истории Так играть Не надо Светить Лох Хотя смотри Хм Так я тут столько сумарки Нашпехал Сколько вообще не шпехал За весь Наш этот Пять тысяч там было С гаком Они на меня набегали И сзади союзники Их расстреливали Боже Как на ЛТ сыграл Век бы так Ну отлично Доели Сколько мы боев Старались Пухтели Пердели На распрекрасном Каир На Ариарвоне 76 Средуха была 2800 Очень плохо Очень На нем Точно 3 плюс Очень плохо Хорош Тонг Тонг Офигенный Вообще Пушка Наверное Лучший ТТ-8 Субтитры